Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, в этом сезоне мы точно первые Лето пришло, пора говорить на такие летние хорошие темы Вот накануне новость появилась о том, что пляж принят Ну, правда, пока платный участок пляжа у нас рядом со Старым мостом Но, кстати, народ там дофигищен Да, уже? Вчера смотрел с берега Замечательно, отдыхайте Выходные, кстати, тоже жаркие, да, ожидаются И приветствуем наших гостей Игорь Багин, организатор сообщества Нет, давайте представитель сообщества Красивый Киров Так можно? Можно как угодно Представитель сообщества Красивый Киров Добрый день Дарья Орлова, главный редактор портала Свой Кировский Добрый день И Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области Ну так, звезды, видимо, сошлись Тут на днях появились заметки В интернете мы решили поговорить об этом поподробнее Вот что написал, например, Игорь Решил хотя бы немного помочь строительной компании Кировоспецмонтаж Делать велоинфраструктуру в их районах лучше И подарил им книжку «Велотранспортная инфраструктура» На днях отправил еще и в администрацию свою концепцию развития велоинфраструктуры Да, все верно? Все так Ну а на портале Свой Кировский Открыт новый раздел под названием «Вело Киров» Да, тоже верно Ну а Григорий ему бог велел, собственно Как руководитель, он всегда Итак, хотим знать, что за начинания такие Что за новый виток развития велодвижений Ну, на самом деле, с книгами идея, она прошлогодняя В Санкт-Петербурге издали недавно книжку Руководство по проектированию велосипедной инфраструктуры И я попросил, чтобы в наш город прислали несколько экземпляров Они их прислали, это было абсолютно бесплатно Организаторов в Санкт-Петербурге, да С личного знакомы, да? Ну да, там Лидер, можно так сказать, наверное Движения велосипедизации Санкт-Петербурга Вот они сотрудничают там С фондом Фридриха Эберта Который как раз принимал участие Ну, активно Или инициировал издательство вот такой книги Они прислали в наш город Несколько экземпляров В прошлом году В прошлом году я отнес Один экземпляр в администрацию В отдел строительства В управление строительства и развитие инженерной инфраструктуры Один экземпляр отдал в Политех У Вятгу, который на кафедру архитектуры и градостроительства Один экземпляр отнес в библиотеку имени Герцена Чтобы всем доступно было И вот остался один экземпляр у меня личный И его я решил тоже отдать В этом году То есть его личный экземпляр вы отдали в Кировской смартфоне? Хотел спросить, почему нам сегодня не принесли эту книжку? А потому что кончилось? А потому что кончилось? В Кирове несколько экземпляров всего Ну и есть надежда изменить тем самым? Ну, хотя бы мы знаем теперь, что Вот у всех этих перечисленных структур Есть какие-то хотя бы нормативы, правила То есть в этой книге есть вот именно нормативная база вся, да? Да, есть немножко теории Есть больше практики как раз Сколько метров там велополосы, велодорожки Нормы велопарковок Долговременного, кратковременного хранения Сколько у школ, сколько у университетов Сколько в жилых домах рассчитывать Парковок для хранения Мест для хранения велосипедов То есть там, условно говоря, полное такое руководство Вот если люди хотят сделать что-то в микрорайоне велосипедное Они смогут по этой книге Да, и вообще какой подход должен быть у велогородов-новичков У которых пока вообще в самом зачаточном состоянии Велоинфраструктура находится, например, как у нас Что делать, допустим, велогородам-чемпионам У которых уже велоинфраструктура развита очень сильно То есть про это все написано Где делать упор на безопасность Где на прямолинейность маршрутов Где на связность и так далее Увесистые ли издания? Ну нет, не очень обычные книжки Не знаю, это страница 250 Григорий, вы ознакомились? Еще не Видели нечто подобное? Нет, ну у нас непосредственно велоинфраструктуре больше занимается Игорь И я как бы в курсе общей концепции Как это должно быть То есть я считаю, что основная проблема Это даже не в том, что у нас сейчас появился Хорошо такой ГОСТ По сути В виде этой книги Как это нужно делать А проблема в том, что Чтобы эту книжку прочитали Нужно людям И помимо того, что они прочитали И начали что-то из нее оттуда подчерпать В своей работе Потому что мы собирали рабочую группу В позатном или в том году Где-то давно Да, давно То есть там были представители именно городской архитектуры Которые сказали, что да, хорошо Вот у нас есть теория, концепция Мы сейчас ее дорисуем С вами свяжемся И будем отдавать это уже как бы в проектное дело То есть там нужно было выделить какие-то ресурсы На проектирование Но суть-то не в этом А в том, что нам так никто не позвонил И дальше этой рабочей группы Единственная, собравшаяся Дело не пошло А кто на рабочей группе был? Были очень многие Глава администрации Глава администрации Департамент архитектуры был Потом был Ярин, напомню Глава управления спорта Они Симова были Ну это да Из коммерции кто-то был еще вроде бы Ну я уже не помню У там было на самом деле очень много людей Ну уже очень давно Да, которых я видел даже в первый раз Вот Но суть не в этом А в том, что Нужно переходить от теории к действиям Потому что у нас есть уже Скажем так Опыт других городов Есть сейчас теоретическое издание Которое есть у них у всех И на основу собирать рабочую группу И чтобы было понимание Будем мы что-то делать или не будем Потому что есть Такие простые вещи Например, как велосипедная дорожка Из Зонального до Нововецка Она практически сделана На процентов на 50-60 За счет того, что там есть Зональный Нововецк Ну да, зональный в сторону Нововецка Да, потому что очень хорошо Там сделали асфальтовую дорожку В том году Она проходит как раз От Зонального института До практически До Честных Кировских По ней люди катаются Но дальше Поясните, это часть тротуара Или часть проезжей части Это по сути тротуар Тротуар Тротуар, да Но у него в любом случае По нему все активно ездят Там нет пешеходов Там больше ездят Ну и район такой, да Что активно пешеходы Не перемещаются А дальше От Честных До Нововецка Там ничего нет вообще Хотя, я как помню Это Железно В свое время хотели Сделать там этот кусочек За свой счет Что-то еще У Железно, по-моему Есть в Метрограде Какая-то велодорожка Вместо тротуара Причем странное Какое-то решение тоже Велодорожка вместо тротуара Велодорожки должны решать Все-таки В первую очередь Транспортную задачу Вообще интересная Такая альтернатива Будет вам или велодорожка Или тротуар Ну дело в том Что как раз После, видимо Этой встречи Или каких-то других Внутренних встреч В администрации Они стали требовать У застройщиков И допустим В МКУ Архитектура Чтобы они Для новых районов Там где-то рисовали Велодорожки Сейчас встраивали их Но у них Ну допустим У нас в региональных Нормативах Городостроительного Проектирования Муниципальных Никаких Как раз таки Правил На этот счет Не прописано И они В общем Не знают Как это рисовать Как это рисуют Но получается не очень Допустим Вот Кировспецмонтаж Сейчас были Публичные слушания По планировке Территории Озерков В Коминтерне И у них там Есть велодорожки Мы посмотрели Как это все Будет сделано Они хотят Поделить тротвар Грубо говоря На две части Разделительной полосой Где как будто бы По одной части Будут ездить велосипедисты По другой ходить Пешеходы Я в Чебоксарах Лично видел Это не будет работать Ну это да Очевидно Что это не будет работать Потому что Разметку смоют За пару лет Разметку смоют Да и дети На разметку Ну да И никто на разметку Смотреть не будет Будут все ходить По широкому тротуару То есть если там Будет такой Густонаселенный район Не будет там Такого потока Редкого Там в два пешехода В час Вот Поэтому Я решил Помочь Облегчить эту задачу Даша Я в этом плане Стало понятно Глав регионов Глав регионов Глав регионов Движение Движение Долчок Кое-то Не единицы Не единицы Даже возможно Не десятки Может быть Надеюсь Сотни человек Вот В моем понимании Зимой кататься Даже удобнее По городу Почему Потому что Зимой у нас Нет бордюров Нет ступенек Практически Нет То есть Здесь город Привычаж Такую хорошую Хорошую велосипедную тропинку Примерно Ровненькую 211-101 Номер нашего телефона Сейчас Я полагаю Сейчас с критикой Велосипедистов Кто-то дозвонился Хотя могу ошибаться А может быть Наоборот Алло Слушаем вас Я-то точно Не буду критиковать Велосипедистов Здравствуйте Светлана Владимировна Заня Здравствуйте Ребята Здравствуйте Всех приветствую В студии Слушайте Я вот о чем Хотела бы Чтобы вы Поговорили сегодня Если это возможно Поскольку Все-таки Администрация Как вы рассказываете Очередной раз Поручила Разрабатывать Велосипедные дорожки То наверное Нужно Подумать Прежде всего Наверное А какие цели Мы хотим добиться Вот сейчас На своем Кировском Замечательный проект Открылся По велосипедам Такой как был Когда-то на Эхе И ставили Конкретные задачи В свое время Наметом Мы хотели Поставить парковки Посмотрите Сейчас весь город В парковках Спустя 2-3 года Практически На каждом углу Есть велосипедная парковка Есть достижения Нас не удалось В свое время Реализовать Нам не удалось Проект Колесо истории Да Велосипедный маршрут Туристический По городу На него так и не Отреагировали власти А сейчас еще И внимание Внутриму туризму Меньше уделяется И я не уверена Что есть перспективы И не получилось Ни одной велосипедной дорожки Устроить за эти 3 года Ни одной Хотя движение Велосипедное Было очень крепкое Такие цели Сейчас стоят Перед велосипедным Сообществом Чего конкретно Хочется добиться Мы как бы вопрос получили Мы отключаем Нашего главного редактора Отключаем Отключаем Хорошо Спасибо Пусть дальше слушает По радио Итак Ну да Серьезная тема Три года И в общем-то Ну так по большому счету Не удалось всего добиться Что сейчас Насчет целей Вообще Что сейчас Для меня Главным является вопрос Как встроить Велосипедное движение Вообще Во всю транспортную систему То есть Сейчас много говорится о том Велосипедное движение Это громко сказано От человека нужно отталкиваться От любителя В общем Чтобы у человека Была альтернатива В выборе транспортных средств То есть Не все Не каждый человек Имеет возможность Ездить Купить себе машину Ездить на ней Содержать ее Не каждый там Имеет возможность Удобно добираться До работы На общественном транспорте И вот Удобная велоинфраструктура Дала бы возможность Какому-то Какой-то категории людей Добираться на работу На велосипеде Но это увеличило бы мобильность Там Людей из каких-то Дальних районов Районов То есть У них появился бы Больше выбор Там Вакансий Допустим Мест работы Да Так собственно и делается Да ведь Ну да Человеку предоставляется Альтернатива Люди просто пересаживают С машин на велосипеду То есть Нужно Тут Какой-то Найти баланс Вот В транспортном спросе Там Кто Ну сколько человек Может ездить на велосипеде На общественном транспорте На автомобиле Ну во всех допустим Городах Этот транспортный спрос Считается Там В Цюрихе В Вене В Барселоне Там Ну так говорит Во всех городах Я сразу думаю Сейчас скажут Ярославль Липецк Гост-Роман Барселолог В развитых В общем Там Автомобильное движение Автомобильное движение Занимает В транспортном спросе Где-то процентов 20 В Кирове Наверное Процентов 40-50 Больше Ну может быть больше То есть у нас в транспортной системе Некий дисбаланс происходит Ну в общем это и на Социально-экономический показатель Влияет на здоровье населения В первую очередь даже На экологию То есть выбросы увеличиваются Вредные Отходы Самой этой индустрии То есть Шум И так далее А там даже по расстоянию Есть какое-то научно выверенное Ранжирование Вот например Думает человек Пойду я на автомобиле На общественном транспорте Пойду я пешком Или воспользуюсь велосипедом Вот например 2 километра Пешком пройдусь Если надо 5 преодолеть На велосипед сяду Если 10 Тогда уж Есть такое С этих позиций тоже Ну да есть Ну вообще считается 7 километров На велосипеде Приемлемое расстояние Но учитывая Рельеф нашего города Ну километров 5 На велосипеде Можно преодолевать Но я думаю Это в принципе Весь город можно У нас весь город Пешком можно пройти Спокойно совершенно Я вот так и делаю Мне даже колеса не нужны Сейчас не всем Возможно это сделать Потому что Пешеходная инфраструктура Тоже у нас страдает Но она все-таки Чуть-чуть побольше Чем велоинфраструктуру Мы немножко отошли От вопроса Светланы О целях Цель у нас осталась Та же самая Это популяризация Велосипеда Как транспорта Как спорта С моей точки зрения Вот Потому что это Ну Как Игорь сказал уже Это влияет на все сферы жизни Вот Но нам нужно все-таки Думаю определить Какие-то более такие Маленькие И реальные Реализуемые Были парковки Парковки появились Велосипедов стало еще больше Стало доступнее Вот Сейчас я считаю Что в моем понимании Цель Именно С точки зрения Велосипедизации города Это Сделать Какие-то вот такие Минимальными вложениями Велосипедной дорожке Связывающие Хотя бы пока Удаленно Друг от друга Наши районы То есть Это Нововятск Это Коминтерн Это у нас Лингас Вообще было бы замечательно Ну хотя бы Доронич Там реально Просила русская Уже никто не говорит Всего русская Ну то есть Те как раз Наши районы Которые раньше были у нас Либо поселками Либо другими городами Которые объединили В Киров Но кроме как объединения Ничего больше не сделали То есть Люди Жалуются Что там на автобусе Не могут доехать Не у всех машины есть Но если Будет нормальная дорожка Безопасная Велосипедная То у Лидии Реально будет выбор Как добраться До Работы Подождите А может быть Сузить все-таки Масштаб Не отдельные микрорайоны А изучить Какие-то самые популярные Маршруты передвижения В городе Например Центр ЦУМ Театральная площадь Железнодорожный вокзал Парки Минникируем У меня немножко другое Мне насчет цели Сейчас я скажу И потом по поводу Маршрутов Какая идея Допустим В той же книге Которую я всем дарю Описывается А вы всем уже подарил Кстати Еще можно сделать запрос В Питер Пришлите еще Можно да По поводу целей У меня немножко другое мнение Все-таки стоит учитывать Все проблемы Которые создает Наша транспортная система Существующая И Та программа муниципальная По которой Администрация Продолжает работать И текст Который Пять лет подряд Копируется В общем Ничего там не меняется Кардинально Нужно обратить внимание В первую очередь На проблемы Это проблемы Здоровья населения И экологии Вот есть Каждый год Министерство экологии Публикует отчет Об экологической Обстановке в городе Но там Не знаю Наверное намеренно Это делается Не публикуется Информация О загрязнении Окружающей среды Передвижными источниками Нет Информация Есть в доступе Нет Может быть есть Но вот в отчете За 2016 год Ее нет То есть есть Информация о том Сколько Как сильно Стационарные источники Загрязняют Окружающую среду Но там Допустим В прошлом году Андрей Чемоданов Да по-моему Бывший министр В то время Да еще Объявшие обязанности Он говорил Что 70% Загрязнения Это как раз Автомобили Но они не учитываются То есть это Огромный такой Пласт проблемы О котором Никто не говорит И Из-за вредных выбросов Естественно Система кровообращения Страдает Заболеваемость Растет На селении Онкология Смертность Допустим От заболеваемости Система кровообращения И от онкологии Это Ну они занимают Первые два места В смертности В Кировской области Да вообще по России Да и по России В Кировской области В том числе Потом допустим Болезни органов дыхания У детей Подростков И у взрослых Занимают В причинах Первичной заболеваемости Тоже первое место На это тоже влияют Автомобили То есть нужно Говорить об этом И как Допустим Министерство экологии Или Министерство здравоохранения На эту ситуацию Повлиять И здесь нужно Думать В комплексе Ну здесь нужно Думать как раз В комплексе Всей транспортной Системы Совместная концепция Снизить автомобили Пользования Предоставить альтернативу В виде там Качественного Общественного транспорта И велосипедной инфраструктуры И пешеходной инфраструктуры То есть От малоподвижности Тоже здоровье Людей страдает То есть люди должны Передвигаться Удобно Пешком И как раз Просто ты видишь Ты перечислил все проблемы Которые у нас в городе есть Они постоянно Слухов СМИ Транспорт Пешеходы Ну я как раз С такого подхода Решил подойти Помимо концепции Развития Велой инфраструктуры Я отправил Полностью Предложение Стратегия По развитию Транспортной системы Ты просто Немножко Идеализируешь Нашу администрацию Видимо Ну нужно Сначала Мне кажется Осознать Вот эти проблемы Которые Сейчас У нас На первом месте Я считаю И попытаться Их решать Велосипедную инфраструктуру Нужно встраивать Именно в транспортную систему Отдельно Строить велодорожки Какие-то То есть Никакого эффекта От этого не будет А эффект будет Точно такой же Как от парковок То есть Для того Чтобы нам Ну представь Больше количества людей Ездит на чем Либо автомобиль Либо общественный транспорт Общественный транспорт У нас проблемы Потому что там Плохо ходит Там загрязняют Пазики Эти все Все это В тот раз уже говорили Вот Так Просто суть-то в чем В том что Нужно постепенно Увеличивать Количество Активных велосипедистов Кто использует Не как его Не знаю Спортивный снаряд Даже там Не как для удовольствия Скажем А именно Как транспорт Вот Поэтому Все вот эти Движения Даже пускай Застройщики Будут делать Идеальные В чем сомневаюсь Велосипедные дорожки Правильные У себя там В озерках Там Ну тогда Это будет некая Система Просто покататься В выходные Где может выйти Ребенок Это замечательно Можно выйти Вечером прокатиться Но длина Этого круга Будет Ну сколько там Ну километра Ну максимум два Но Как транспорт То же самое Что купить машину И кататься у себя Во дворе Ну смотрите Как раз Можно я мысли Закончу Вот И в моем-то понимании У нас Нельзя всем сказать Что даже Какой бы закон Б не было Что все Нельзя ездить на машине Ну все же будут ездить В любом случае Нельзя никаким образом Людей замотивировать Можно Ну каким Попробуй Замотивируй Наши кировские люди По поводу Как раз Развития Велоинфраструктуры Извините Можно я договорю Я не закончил до конца У нас реклама Сейчас четко Давайте То есть Нужно Увеличивать Именно Доступность Районов Кирова Для того Чтобы велосипедисты Могли использовать Велосипед Как транспорт Тем самым Будет увеличиваться Количество Самих Велосипедистов Это как критическая масса Как раньше Мы это обсуждали То есть Чем больше людей Будут ездить на велосипедах Тем будет проще Их потом Скажем так Им объяснить Остальным Что так правильно А неправильно ездить На машине Это как подход Я согласен Это реклама Это позиция Григория Долгих Президента федерации Велосипедного спорта Нашего региона Прозвучала Давайте сейчас рекламу Все-таки На рекламу сходим И дальше дадим слово Рассказать о новой Рубрике Портала Свой кировский Свой кировский Дневной разворот Снова в эфире Создание развития Велоисфорструктуры Что будет дальше происходить В этом отношении Хотим понять Во многом авторов Этого движения Игорь Багин Представитель сообщества Красивый Киров Григорий Долгих Президент федерации Велосипедного спорта Кировской области И Дарья Орлова Главный редактор портала Свой кировский И Даша Хотим услышать Что за рубрика новая Вело Киров Какой вклад вы делаете Сейчас расскажу Наблюдаем за жизнью города И как все здесь присутствующие Тоже видим Что количество велосипедистов С каждым годом растет Смотрим Понимаем Что это люди Совершенно разного возраста От школьников До пенсионеров Это люди Совершенно разного Социального статуса Социального положения Это люди Разной вовлеченности В эту историю Как любители Совсем новички Так и профессионалы Ну там Невозможно уже Этого не замечать Хочется Ну то есть Это сформированное сообщество Поэтому все-таки Пришли к выводу Что хочется Поближе познакомиться С этими людьми И как-то вот Уже им помочь В конце июня У нас на портале Открылся новый раздел Который называется Велокиров Это такая площадка Где собраны Новости Мероприятия Где собрана Какая-то Ну такая Базовая информация Для начинающих Велосипедистов И для людей Которые Вот еще не начали Но хотели бы Которые выбирают Велосипед И нужна помощь Которые не понимают Как лучше одеться Которые хотят Что-то почитать На эту тему Также там есть Рубрика Веломаршруты И вот это прям Такая очень полезная История Для людей Которые уже Собственно Ну там начали кататься И пытаются понять Где это можно сделать В Кирове То есть это что-то Вроде такого Навигатора Да То есть там На сегодняшний день У нас уже Выложены какие-то Маршруты Их пока два Вот сегодня Появится еще один И на следующей Неделе появится Каким образом Поступаем Едем сами У нас в компании Как выяснилось Тоже есть люди Которые катаются На велосипеде Вот они собираются По выходным И поехали А вот вижу Эти два маршрута Сами на себе проверяют На себе проверяют Для того чтобы Быть уверенными В том что По этому маршруту Сможет проехать Там новичок Что он там Не оставит колесо И так далее Мы отмечаем там Места где можно Остановиться на пикник Места где можно Потерять колесо Вы тоже отмечаете Места где можно Потерять колесо Тоже отмечаете Смотрю два маршрута Театральная площадь Заречный парк Юго-запад Ипподром 15 и 10 километров Соответственно Да Ну то есть такая Вот Короткие горные Это уже проверенные маршруты По которым Человек может отправиться Если что Свериться с вашим сайтом Да Это проверенные маршруты Ну впоследствии Хотим немножко Поинтереснее сделать В плане того Что маршруты Будут тематическими Ну это такая история Уже там Для влюбленных Тематические Для влюбленных Ну да Мне понравилось там Вау Антон Касанов Антон Касанов Уходит с рынка Тут можно тематические продукты Нет Ну тут тем можно Сколько угодно предложить Можно и за пивом Сгонять на велосипеде Тоже тема Немножко эмоций добавить Ну да Насчет влюбленных Это супер классно Для разнообразия Вот Велоистории Да Велоистории Будем общаться С людьми Для которых Велосипед Это чуть больше Чем транспорт Это такая отдушина В нашем городе Такие тоже есть Здесь можно вспоминать Инвалидную команду Кентавр Здесь можно вспоминать Людей Которые дают Велосипедам Новую жизнь Да Которые там Ну условно С помоек Да Собирают И реставрируют Потом дарят Предположим Или собирают Свою коллекцию Велосипедов На самом деле Люди Это очень интересно И вот зачем Они это делают Да Почему Вот С такими людьми Тоже пообщаемся Обязательно Ну и будут у нас Душевные истории По этому поводу На портале Вот Также сделали Ну там Небольшая фотогалерея О наших велосипедистов Вот это как раз История о том Чтобы там Немножко повнимательнее На них посмотреть И увидеть Что это совсем Совсем разные люди Что это школьники Что это пенсионеры Там люди После 70 Которые до сих пор Каждый день катаются Для которых Это такой уже Состоявшийся Совсем образ жизни Ну и Я смотрю 14 лет 7 лет 56 лет В общем Разновозрастная Такая публика Это безусловно Безусловно Будет дополняться И велоафиша Ну то есть Для людей Из велотусовки И для тех Кто хочет в нее попасть Какие-то мероприятия Велопробеги Парады Какие-то Обучающие вещи Да Которые Вот в том числе Там Григорий проводит Периодически Ну то есть Если хотите познакомиться Если хотите попасть Но если у кого-то Просто какая-то Инициатива возникла Он может к вам обратиться Вы тоже Поможете велоафиши И сообщите об этом Да Конечно Расскажем людям Об этом Вот То что касается Кстати То что касается Веломаршрутов Я тут хочу добавить Что здесь Наверное Каждый может поучаствовать Каждый кто ездит На велосипеде по городу Вы нам пожалуйста Пишите Оставляйте свои заявочки Присылайте свои Веломаршруты Для того чтобы Этот список пополнялся Мы вам за это Подарочки подарим А вы еще тем самым Поможете людям Поможете новичкам Которые вот сейчас Ищут места Где покататься Вот Ну собственно Если говорить о задачах То вот цели Которые говорил Григорий Да Популяризация велосипеда Как транспорта Вот таким образом Мы пожалуй К ней подключились К ее достижению Хочется Тоже определенную лепту Здесь внести И я хочу сказать Спасибо ребятам Григорию Долгих Денису Репину Потому что В рамках этого раздела Они выступают Некими консультантами Мы обращаемся к ним Для того чтобы Понимать детали Ну не допускать Каких-то нелепых ошибок Потому что Они очень давно Этим занимаются И там собственно Там много подводных Камней уже нащупали Вот Тексты наши Они периодически Смотрят И советы свои дают Как нельзя делать Редактируйте Вносите Редактируйте Ну чтобы это было понятно И скажем так И правильно Ну и так В целом Определение Направления В котором Будем дальше писать Об этом Тоже с ними Консультируем Сейчас задачу себе ставить Что проект Вот этот на портале Он бессрочный Мы будем расширяться Безусловно Да И проект будет продолжаться И я думаю Что мы посмотрим Как на него реагируют люди И Наверное Зимнюю тему Тоже поднимем Надеюсь Что у нас все получится У всех вместе Велосипедная зима Мастер-класс Чиним своего друга Ну Колесно Там помимо того Что чиним Это одно То есть там есть экипировка Специальная зимняя Начинается с того Что покупаем Покупаем себе велосипед Зачастую Это самая главная проблема То есть люди Не знающие Куда идти Как идти Что брать Ну то есть просто Велосипед На самом деле Очень-очень Это огромная тема Информационная То есть там Очень много направлений Стили Велосипедов Там только Если по полочкам Разложить Там может быть Не знаю Видов 20 Только по направлению И человек Который Например Просто приходит В магазин Даже купить велосипед Или увидел На улице Кто-то катается Хочет купить У него Информационный вакуум Вот и как раз Благодаря этому Кажем так Проекту У таких людей Появляется возможность Зайти Посмотреть Все доступно Прочитать Понять Что он хочет Хочет он вообще Что ему нужно И сделать правильный выбор Тем более Категория от людей Представьте-ка огромная Все рано или поздно Покупает своим детям Велосипед Детям Потом дети растут Подросткам велосипедом Соответственно То есть И всегда проблема выбора Она встает Потому что не знает Что и как Ну и собственно Вот там Этот проект Велокиров Это же здесь есть Еще один момент Это такой Очередной сигнал власти Что вот оно Вот они ваши жители Жители вашего города Ну там Ваши избиратели В конце концов Если говорить О депутатах Сформированное сообщество Вот чем они живут Вот чем они интересуются Вот чего им не хватает Пожалуйста Работайте Есть запросы И можно Можно очень легко Его нащупать Так хорошо Рубрику На одном из самых Читаемых порталов В Кирове запустили Книги раздали Дальше что? Ну по поводу Хотел бы сказать Как раз Экипировки тут И безопасности Есть такие понятия Воспринимаемая И реальная безопасность Допустим По поводу шлема Это все уже Много раз Везде переисследовано И исследовано В общем Обязанность Надевать шлем Когда едешь на велосипеде Ну детям Понятно Детям обязательно Нужно ездить в шлемах Для взрослых Обязанность Надевать шлемы Сигнализирует Лишь о том Что велосипедный транспорт Это транспорт опасный И что нужно ждать Постоянно подвоха И допустим В Нью-Йорке В других городах Это Привело к тому Что велосипедное движение У них Сократилось То есть люди Перестали покупать Все велосипеды Потому что Вот нужна Какая-то экипировка И там Допустим В Копенгагене В Нью-Йорке Там пришли к тому Что велосипед Перестал считаться Допустим Тестом на выживаемость Или для людей У которых есть деньги Купить себе Игорь Простите У нас мало времени Вы к чему Вы что-то Какой-то опыт У нас будете Что-то Какой-то опыт Применять Ну я к тому Что есть Вот такая Инфраструктура Скрытая Допустим Повысить безопасность Не тем Что нужно Какую-то дополнительную Экипировку Обязывать велосипедистов Надевать или шлем А тем Что движение по улицам Вообще Должно быть безопасным И люди Могут спокойно Купить велосипед Зная что они Уедут в школу Допустим На нем Или в офис Спокойно Без травм И так далее В общем Подождите Дайте родителям Скажем Родители Покупайте ребенку Велосипед Купите шлем Еще В придачу Все Ну и Я хотел продолжить По поводу Велоинфраструктуры То есть Скрытые Велоинфраструктуры То есть Почему нужно Встраивать Во всю Транспортную систему Это движение Потому что Допустим Например Можно На каких-то участках На каких-то улицах Снизить скорость движения Ограничить скорость движения Автомобилей До 40 км в час То есть У нас сейчас 60 плюс 20 Это 80 км Нужно сократить Максимум до 40 И тогда На этих улицах Не нужно ничего рисовать Не нужно ничего городить Люди могут Спокойно В смешанном потоке Передвигаться на велосипеде Это будет абсолютно безопасно Ну это где например Ну Допустим Вчера я ездил По городу Улица Ленинградца Ленинградская Мельникова Там и так далее Там остальное То есть если там Снизить общую скорость движения Да Ну да Тогда велосипедисты Пишутся нормально И безопасно Пишутся Да И не надо ничего специального Для них там делать Да И не нужно вкладывать Абсолютно никаких денег То есть нужно Эти маршруты искать Как раз И в общем Применять эти Передовые практики Григорий Игорь Какие вот конкретные шаги Еще на этот велосезон Ставятся задачи Ну у нас Ставится задача В первую очередь Как у федерации воспитательного спорта Это разобраться С помещением Которое нам обещают Администрация города Для федерации Да для федерации Чтобы понимать Как мы будем И будем ли мы дальше Вообще работать В следующем году Потому что у нас реально Это уже стало Камнем преткновения Потому что Есть куча спортсменов Мне постоянно пишут Звонят родители детей То что возьмите в секцию В принципе Вроде бы все Настроены позитивно То есть и министерство спорта Поддерживает И управление спорта Администрации города Но пока опять же У нас движений Никаких нет Уже второй год Со своей стороны Я хочу чтобы В региональных И в муниципальных нормативах Городостроительного проектирования Приняли нормативы По местам Для хранения велосипедов При школах При жилых домах В новой застройке И так далее То есть эти нормативы Все есть Есть готовые таблицы То есть нужно Просто эти предложения внести И добиться Чтобы эти предложения одобрили Потому что сейчас На прошлом эфире При обсуждении Я про это говорил В проекте Квартал 119 Мы проводили Вот в этом квартале Конкретно наш опрос Среди жителей Где Вот в этом квартале Двое из десяти Человек пользуются велосипедом И еще шесть человек Из десяти Пользовались бы Если бы были места для хранения Потому что Девушкам допустим На пятый этаж На девятый Трудно этот велосипед поднимать Не знаю Пожилым этим же людям Трудно велосипед поднимать Нету места дома Где велосипед можно хранить То есть Место для хранения Это Практически И первая очередная Такая часть Развития велоинфраструктуры Те же велопарковки Мы с них начали Но сейчас нужно думать О велопарковках Долговременного хранения Чтобы на ночь Можно было безопасно Оставлять и так далее Чтобы допустим Вузы При общежитиях Ну сейчас у нас Один большой опорный вуз Много общежитий То есть при общежитиях Можно организовать Такие стоянки Где можно было Оставлять велосипед И так далее То есть Вот я нацелен на это Чтобы были места Для хранения велосипедов Ну хотя бы да Вот Это в том числе Предусмотреть Ой Хочется сказать Ау Все заинтересованные Все неравнодушные И чиновники Городской администрации Пора Григорий снова собирать Ну что-то вроде рабочей группы Да Я думаю да И пора уже приступать К конкретным действиям Ну хотя бы понять Будут действия или не будут Вы будете наставить на том Чтобы встретиться Будем Будем Будете Я всегда готов встречаться Если это несет Какую-то пользу Ну если это произойдет В ближайшее время То мы обязательно еще соберемся И это обсудим На этом сегодняшний эфир Сегодня завершаем И у нас в конце Нужно сделать В тему предупреждения В тему Потому что В субботу будет перекрыт Победиловский тракт Завтра Завтра у нас Пройдут соревнования По Как там он Триатлон Триатлон Да Все путают Плавание Велосипед Бег Да Айронстар Раша Да Поэтому будет перекрыт В сторону стрижей Движение ограничено С 11.30 до 14.30 В направлении Кирова С 12.30 до 14.30 И в это время Да Будут перекрыты Участки улиц Щерса Производственной Московской И все это До театральной площади Так как здесь Атлеты поедут На велосипедов Потом они побегут По Московской Володарского Спасской И Дериндяево Самый центр города Эти участки перекроют Примерно с часу дня До половины пятого вечера Но при этом Полностью движение Ограничат только На Победиловском тракте В остальных местах Сотрудники ГИБДД Будут по возможности Машины пропускать Так что Планируйте маршрут Заранее Как это принято говорить Спасибо нашим гостям Игорь Багин Григорий Долгих И Дарья Орлова Мы прощаемся Вернее не прощаемся Прощаемся с разворотом На сегодня Хотел сказать Культ поход Ровно через 20 минут Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин